Привет друзья! Михаил Филиппов еще в детстве понял, что сцена – это его призвание. И хотя после окончания школы он отправился изучать филологию, судьба все равно вернула его на творческую стезю. Сейчас Филиппов относится к числу тех артистов, которым удается гармонично сочетать работу на съемочной площадке и в театре. Михаил Филиппов родился 15 августа 1947 года. Актер признается, что с детства мечтал работать в театре, правда не в обычном, а в кукольном. Однако после окончания школы молодой человек не стал подавать документы в театральное, а поступил в МГУ на филологический факультет. Занятия проходили в корпусе, расположенном на улице Моховой. Здесь же прямо через дорогу располагался Дом культуры гуманитарных факультетов, в котором сосуществовали два театра. Первым студенческим руководил Марк Захаров. У руля второго театра, студии «Наш дом» стояли Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Однокурсницы Филиппова, работавшие в нашем доме костюмерами, уговорили юношу сходить на прослушивание. Он благополучно прошел вступительные испытания и оказался в кругу молодых талантов. Многие из них впоследствии стали всенародными любимцами. Александр Филипенко, Геннадий Хазанов. Вот только несколько выходцев из стен этой студии. Репетиции и выступления полностью захватили Михаила, да и не только его. Участники нашего дома уезжали домой на последней электричке, а на следующий день после работы или учебы спешили снова оказаться в кругу единомышленников. Счастье длилось до 1969 года, когда студию закрыли из-за прогремевших на всю Москву спектаклей и сатирических вечеров. Из безобидных студенческих капустников, постановки нашего дома мало-помалу превратились в нечто более острое и злободневное, и театр предпочли упразднить. В то время Филиппов учился на четвертом курсе филфака. Он уже не мыслил жизни без сцены, поэтому в очередную приемную кампанию направился в ГИТИС. Юноше повезло, его приняли сразу на второй курс. В 1973 году молодой артист выпустился с красным дипломом и сразу же попал в труппу Московского театра имени Маяковского. Первой женой актера стала филолог по образованию Ирина Андропова. Она была не однофамилицей, а дочерью известного государственного деятеля СССР. Ирина Юрьевна не отличалась уравновешенностью, к тому же страстно любила и отчаянно ревновала мужа. В семье родился сын Дмитрий, но оба супруга по большому счету были несчастны. Так обстояли дела, когда Филиппов понял, что любит другую. Наталья Гундарева тогда находилась не в лучшем эмоциональном состоянии. Позади были два брака и просто отношения, которые не принесли счастья. Несмотря на атаки многочисленных поклонников, артистка старалась вместо личной жизни сосредоточиться на работе. Трогательный роман с Филипповым вернул улыбку на лицо актрисы. Пара поженилась после смерти всесильного Юрия Андропова. Михаил и Наталья мечтали о детях, но, увы, исполнить эту мечту не смогли. Актеры были вместе 19 лет. Жаркий июль 2001-го Наталья Георгиевна проводила на даче. Оттуда артистку и доставили в больницу с обширным инсультом. Гундарева выкарабкалась и вроде бы шла на поправку, однако через 4 года любимицы публики не стало. Михаил Иванович тяжело болел, отказывался от общения со СМИ. Свою любовь и боль он выплеснул на странице книги, которую озаглавил просто Наташа. Прошло 4 года, и актер снова женился на коллеге по театру имени Маяковского, Наталье Васильевой. На тот момент актеру было уже за 60. Наталья значительно моложе. Наташа Васильева умна, добра, красива. У Наташи это первый брак, несмотря на то, что ей уже 41 год и было немало поклонников, предлагавших руку и сердце, после того, как стало известно о том, что пара официально оформила отношения. Одна из актрис театра. Известно, что Михаил и Наталья вместе посещают храм. Филиппову сегодня 74. Он продолжает служить в театре, снимается в кино, но теперь не так часто, как прежде. В 2019 году вышла мелодрама «Скажи правду» с участием актера. На подходе новый фильм, социальная драма «Все нормально». Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.